Нынешняя власть слишком глубоко увязла в опасных для Молдовы геополитических играх. Такого мнения придерживается профессор истории, политолог и бывший депутат Виктор Степанюк. Свою позицию высказал в эфире программы «Темы» на телеканале «Первый в Молдове». Другой гость эфира Александр Кузнецов провел параллель между Великим национальным собранием, объявленным Санду, и Народным собранием, проведенным Николаем Чаушевску. По мнению Кузнецова, национальное собрание опасно по многим причинам. Сейчас у власти партия, которая, с одной стороны, считается большими реформаторами и спасителями нации, хотя у них нет ни интеллектуального, ни административного потенциала, и это надо признать. С другой стороны, нужно признать, что в этой игре, в этой борьбе между несколькими геополитическими сегментами, Западом и России, Западом и Китаем, наши власти очень хорошо и глубоко расположились в этих геополитических играх. В первую очередь, это рискованно для страны. Рискованно ли это для них, для этих властей? Время покажет. Но на сегодняшний день есть риски для страны. В первую очередь, социально-экономические, во вторую, риск безопасности. Политолог Виктор Степанюк предупредил о политических технологиях по манипулированию, которые использует правящая партия «Действия и солидарность». Правящая партия использует манипуляции и соответствующие технологии лучше, чем любая другая партия до сих пор. Я считаю, что это феномен. И на это должны обратить внимание специалисты из оппозиции. Речь идет о манипуляциях. Кража миллиарда была проведена при участии правительства. И ни одного правительства, а двух, трех. Несут ли прямую моральную, а может быть и уголовную ответственность члены правительства? Хочу вам сказать, что международный опыт показывает, и юристы могут подтвердить, что министры привлекаются к ответственности за большой ущерб, принесенный государству. Доктор права Александр Кузнецов провел параллель между национальным собранием, объявленным Ай-Санту на 21 мая, и национальным собранием, проведенным Николаем Чаушеску в 1989 году, которое должно было продемонстрировать поддержку народа, а на самом деле переросло в революцию. Этим собранием они хотят показать, что у них есть поддержка народа, но оно очень опасно. В первую очередь, что произойдет, если площадь не наполнится людьми? И второе. Аналогичное Великое национальное собрание было организовано в 1989 году Чаушеску, свою поддержку. И если это собрание поддержит эту форму правления, не произойдет, наоборот, как 22 декабря, когда началась новая революция. Это лишнее, потому что Великое национальное собрание, как форма государственной деятельности, отсутствует в законодательстве. Александр Кузнецов обращает внимание на риски, связанные с национальным собранием. Любая власть, даже тот же господин Воронин, анализирует предложения и смотрит, если они жизнеспособны, существуют или нет риски. В этой ситуации риск действительно очень большой. Они еще не сняли розовые очки и думают, что народ придет голосовать. На момент публикации этой новости пресс-служба президента, правительства и партии «Действия Солидарность» не прокомментировали прозвучавшие заявления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова